Адвайд Веданта 18 августа 1991 года Добрый день! Весело быть с вами снова. Я вами удивляюсь. Вы такие забавные, потому что верите, что вы тело, верите, что вы ум, верите, что вы ваши переживания. Не важно, сколько раз я говорю, что вы ничто. Вы мне не верите. Вы хотите быть чем-то. Почему бы вам не быть ничем? Это весело быть ничем. Когда вы ничто, нет мира, нет Бога, нет других, которые могут вам что-либо причинить. Нет смерти, нет перерождения. Есть просто ничто. Однако ничто – это все. Будьте ничто. Вам понравится быть ничто. Вы мне не верите, не так ли? Вы думаете, что вы должны чем-то быть. Что за группа? Вы думаете, что вы личность, что вы эго. Вы все время возвращаетесь ко мне, 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 мне. Правда? Вы все время думаете о себе. Мне это нужно. Я хочу это. Это неправильно. Это правильно. Всегда что-то есть. Ничего не является таким, как кажется. Ничего не существует так, как кажется. Будь это мир, вселенная, другие люди, другие ситуации, условия, ничего не является таким, как кажется. Пока вы отождествляетесь с вещами, которые, кажется, и не являются реальными, вы, соответственно, страдаете. Все, о чем вы думаете, все, что ваши органы восприятия называют реальным, это только видимость. Если это только видимость, нет ничего неправильного. Если бы это было настоящее, если бы мир был реальным, если бы Вселенная была реальной, у вас было бы о чем беспокоиться, поскольку все подвержено закону изменений. Все постоянно меняется. Вы разочаровываетесь, вы запутываетесь, вы становитесь сбитыми с толку, когда вы верите в мир. Потому что мир все время меняется. Сегодня он рассказывает вам одно, а завтра он расскажет что-то другое. Даже наука согласна с этим. Наука говорит, что все состоит из атомов и энергии. И когда атомы вращаются с определенной скоростью, это определяет объект. Наука говорит, что наши глаза видят отражение света. И отражение света заставляет изображение появляться перед нами в виде дерева, человека, горы, океана, луны. Другими словами, наука начинает осознавать, что ничего не существует таким, каким оно видится. Оно существует только потому, что существуете вы. Если бы не было вас, чтобы это видеть, не было бы существования. Только потому, что вы есть, и вы бодрствуете, так сказать, вы пробуждаете эго. Вещи кажутся такими, какими они вам кажутся. Однако ничего не является таким, каким оно выглядит. Говорят, что миллионы лет назад Солнце взорвалось и породило наши планеты такими, какими они выглядят сегодня, и все развивается. Теория Большого Взрыва. Все это хорошо и здорово. Но откуда появляется Солнце? Они говорят, что есть центральное Солнце. Все галактики во Вселенной вращаются вокруг центрального Солнца. И на то, чтобы обернуться вокруг центрального Солнца, галактике требуется 24 тысячи лет. Чем ближе галактика подходит к центру, тем сильнее и более развитой становится планета. Чем дальше галактика уходит от Солнца, тем более темные века на планете. Говорят, что требуется примерно 12 тысяч лет, чтобы приблизиться настолько близко к центральному Солнцу, насколько возможно. И 12 тысяч лет требуется, чтобы отойти от него. Другими словами, 12 тысяч лет планета находится в темных веках, выходит из них, и 12 тысяч лет – в золотом веке. Вот что говорят. Откуда появилось центральное Солнце? Кто его породил? С начала времен существовали такие индивидуумы, которые задумывались над этим вопросом. Откуда все это появилось? Откуда появилось творение? Из чего оно развелось? Великие Риши Индии, великие провидцы Японии, Египта, тысячи лет назад сидели под деревьями, размышляя над этими вопросами. Если Бог создал все это, откуда появился Бог? Кто создал Бога? Всегда есть что-то или кто-то, кто, как кажется, в ответе за это творение. И так, Риши был их времен, провидцы, размышляли над этими вопросами, и произошло кое-что интересное. Размышляя о причине творения вовне, неожиданно они обнаружили, что они уходят внутрь. Они стали смотреть внутрь себя. Они стали осознавать «Я есть» и неотвратимо задавать вопрос «Кто я? Кто я?», не зная, что они делали. Они даже не провозглашали это вербально. Они просто чувствовали это «Кто я?». Другими словами, внешнего мира нет. Нет ничего, кроме ума. Поскольку есть мир, есть Вселенная, поэтому я – Создатель Вселенной. Все существует, потому что существует ум. И они считали, что были умом. Они прошли долгий путь, поскольку теперь они осознавали, что все является излучением ума. Когда у них произошло это откровение, они не остановились на этом. Они размышляли, что есть ум, откуда появился ум, если мой ум – это причина творения. Они размышляли, откуда появился ум. И они размышляли над этим днями, неделями, месяцами, годами, пока снова что-то не произошло. В этот раз они осознали, что ум является причиной относительного мира. И относительный мир фальшивый. Поэтому ум, который считается важным, тоже должен быть фальшивым. Другими словами, ума нет. Если нет ума, тогда кто я? Потребовалось долгое время, чтобы открыть, что они были умом, и что все появилось из ума. А теперь они осознали, что они не ум. Они исследовали тогда, кто я, кто я, и пребывали в себе. Они стали собой. Они потеряли связь с телом, вселенной, умом. Они не были в состоянии самадхи. Потому что были пробуждены. Во время своего пробужденного состояния они стали ничем. Ума не было. Вселенной не было. Бога не было. Тела не было. Других не было. Было только абсолютное ничто. И они осознавали, что есть истинное Я. Не моё Я, а истинное Я. Они были поглощены безмолвием. С того момента мир всё ещё виделся им, но они могли видеть сквозь него. Вся боль, беспокойство, страхи, желания исчезли. Всё это исчезло. Всё это было превзойдено. Так вот, эти древние риши не могли поделиться этим с преданными или учениками. Потому что это личное переживание. Поскольку это вне слов, это вне ума и вне мыслей, как же можно этим поделиться? Поэтому эти древние риши просто были в молчании. Они никогда не говорили. Однако из них исходила такая сила, что если к ним приходил соответствующий преданный и просто сидел возле них, ничего не делая, ничего не говоря, ничего не желая, ни к чему не стремясь. Он достигал тех же результатов. Это было удивительно. Эту технику передавали веками. Как правило, она называлась Адвайта Веданта или Джиняна. И до сих пор это высшая истина. Теперь давайте поговорим о вас. Пока вы хотите стать просветленными, вы совершаете серьезную ошибку. Поскольку нет никого, чтобы стать просветленным. Пока вы хотите покончить со своими проблемами или поменять ваши проблемы с плохого на хорошее, вы совершаете серьезную ошибку. Поскольку проблем нет. Пока вы думаете, что что-то неправильно или что-то правильно, и мы должны пытаться исправить обстоятельства или ситуацию, то совершаете серьезную ошибку. Вы видите, все, что должно произойти, происходит. Нет ничего, что вы должны делать. Однако ваше тело будет что-то делать. Ваше тело не имеет совершенно никакого отношения к духовности. Другими словами, относительный мир, материальный мир, в который вы вовлечены, хороший или плохой, здоровый или больной, счастливый или грустный, этот мир не имеет совершенно никакого отношения к духовности. Этот материальный мир даже не существует. Существует только сознание. Несмотря на это, я говорю вам все время, не волнуйтесь о своих делах, потому что правильные действия всегда произойдут. Под правильными действиями я подразумеваю дхарму, которая должна произойти. Некоторые из вас все равно будут кормить бездомно. У вас все равно будет ваша работа. Вы все равно будете заниматься тем, чем занимаетесь. Но это не будете вы. Вы будете осознавать, что вы не это. Вы есть сознание. Вы есть абсолютная реальность. Однако, в отличие от практик йоги, вы должны сами пережить это. И когда вы переживете это сами, то не сможете никому ничего не доказать, не показать. Например, человек говорит, что он будет практиковать хатха-йогу. Результат хатха-йоги на самом деле в том, чтобы свернуть себя в крендель, выполнять разные пранаямы, дыхательные упражнения, задерживать свое дыхание на час, быть погребенным заживо на 4 дня и выжить. Все эти ситхи и способности могут развиться, когда вы практикуете хатха-йогу, или раджа-йогу, или кундалини-йогу. Но это не имеет никакого отношения к истинному я. Это не имеет никакого отношения к сознанию. Тот, кто достигает мастерства во всех этих йогах, все равно имеет проблемы. Они все равно испытывают ментальное мучение. У них все равно есть симпатия и антипатия. У них все равно есть страхи. Они все равно люди, хотя и развили эти ситхи способности, и могут выполнять сверхъестественные вещи. Все это не имеет никакого отношения к самореализации, мокши, освобождению. Поэтому, как индивидуум, вы должны решить, чего хотите от жизни. Каждый из вас посещал разные собрания за свою жизнь. Вы видели разных учителей. Вы прочитали много книг. Чего вы хотите? Вы хотите стать абсолютно свободными, или же вы хотите развить различные качества, сверхспособности? Вы хотите славы и известности? Вы можете достичь этих вещей, но это не освободит вас. Теперь, почему вы хотите стать свободными? Быть совершенно свободным означает, что вы больше не являетесь частью цикла рождения и смерти. У вас больше нет тела, но вы осознанны. У вас больше нет ума, который все время думает. Вы совершенно свободны и лучезарно счастливы. Вы всегда обнаруживаете себя в правильном месте, где бы вы ни находились. Для вас нет ни одного места, которое было бы лучше, чем другое. Вы свободны. Вы освобождены. Вы освобождены. Всевечным счастьем, радостью. У вас больше не волнует то, что делает ваше тело, поскольку вы осознаете, что у вас нет тела. Даже если вы сами можете его видеть, и вы видите другие тела, вы уверены, без тени сомнения, что тела нет. Это очень трудно объяснить, и очень трудно понять, как так может быть, что вы не тело, если вы видите тело. Однако именно это и происходит. Вы превзошли и трансмутировали человеческое существование. То, что лежит за пределами, не может быть постигнуто ограниченным умом. Нет слов, чтобы это описать. Итак, мы видим, что это состояние блаженства. Однако большинство из нас не может понять, что такое состояние блаженства, потому что мы его не переживали. Это как пытаться объяснить вкус мороженого человеку, который никогда его не пробовал. Не имеет значения, что вы говорите, не выходит, пока человек сам не попробует мороженое. Поэтому вы должны испытать это сами. И это можно испытать. Первое, что нужно понять, это можно испытать только тогда, когда ваш ум замолчал. Когда ваш ум замолчал, это означает, что ваш ум был разрушен. Потому что ум – это только набор мыслей. Когда нет ума, есть пустота. Эта пустота есть безмолвие. И это безмолвие есть сознание. Как заставить замолчать свой ум? Как утихомирить свой ум? Исследуя, кто я или откуда появляется ум, как изначально возник ум. Другими словами, вы должны исследовать себя. Это нельзя сделать снаружи. По этой причине это не для каждого. Большинство йог, все йоги, все духовные практики, кроме Адвайта Веданты, внешние. Они являются чем-то, что вы делаете вовне. Однако в этом учении вы погружаетесь глубоко внутрь, чтобы обнаружить свое истинное «Я». Вы не стремитесь к тому, чтобы что-то развить. Вы не стремитесь к тому, чтобы что-то прибавить к себе. Вы делаете наоборот. Вы устраняете из вашей жизни все, что знали когда-либо ментально. Все, во что вы верите, все ваши предвзятые идеи, все ваши догмы, все, во что вы верите, должно быть отпущено. Мало кто готов это сделать. Подумайте о тех вещах в своей жизни, от которых вы должны отказаться. Я не имею в виду, что вы должны отказаться от них физически. Вы должны отказаться от них ментально. Вы должны отпустить. Все должно уйти. Все, чем вам промыли мозги с момента вашего рождения, должно быть аннулировано. И это единственный путь, как вы туда попадете. Нет другого пути. Вы должны аннулировать себя и отождествляться не с человеком, местом или предметом, а с истинным «я», сознанием. И снова это делается с помощью исследования. Каждый раз, когда в вашем уме появляется объект, вы должны исследовать, к кому он приходит. Вы должны все ставить под вопрос. Вы больше ничего не принимаете на веру. Но по мере того, как вы это будете делать, ваш образ жизни не будет сильно меняться, поскольку ваше тело будет продолжать свою работу. Когда вы начинаете понимать, чувствовать и испытывать, что вы не ваше тело, ваше тело будет продолжать ту работу, для которой оно сюда пришло. Но вы больше не будете думать о работе. Вы скорее будете задавать себе вопрос, кто мыслитель. И, конечно, вы все время будете возвращаться к «я». Я думаю об этих вещах. Медленно, но уверенно вы начинаете понимать, что вы не «я». Вы не то «я», которое думает. Если «я» не то «я», которое думает, тогда кто я? И вы оказываетесь в безмолвии. Ответа нет. Не говорите «я сознание» или «я абсолютная реальность». Поскольку, если вы действительно это, не было бы никого, чтобы делать это утверждение. Я это заявляю просто для того, чтобы вы могли услышать, что происходит. Вы должны дойти до того момента, когда станете тем, а не когда вы будете говорить о том. И снова самый легкий путь – отрицать все остальное. Чтобы не приходило вам на ум, вы просто ставите его под вопрос. Вы не принимаете это на веру. Например, вы сердитый, вспыльчивый человек. Люди выводят вас из себя. Обстоятельства выводят вас из себя. Теперь, вместо того, чтобы реагировать на обстоятельства, так как вы это обычно делаете, вы задаете себе вопрос. Кому приходит эта злость? И ожидаете. Вы не говорите, она приходит ко мне, пока это не происходит само по себе. Другими словами, эта процедура не нуждается в помощи с вашей стороны. Придет осознание. Злость приходит ко мне. Я чувствую злость. Но вы не говорите это просто механически. Ожидайте, когда оно придет само. Вы спрашиваете, кому приходит злость, и затихаете. Иногда, когда вы уже достаточно продвинуты, какое-то долгое время больше ничего не будет приходить. Вы будете оставаться в тишине и влаженстве. Но иногда ответ будет приходить сразу же. Злость приходит ко мне. Затем вы задаете вопрос «Кто я?» и снова замолкаете. Вы видите, как это делается? Это не делается механически. Вы позволяете истинному «Я» позаботиться обо всем. Вы смотрите. Вы становитесь настолько тихими, насколько вы можете. Вы больше не вовлекаетесь в мир слишком сильно. Вы наблюдаете, становясь свидетелем, но вы не реагируете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok